Всем привет, с вами Фун Глухару. Сегодня у нас второй подкаст по Skyforge. Сегодня с нами будет общаться товарищ Александр Баньков, которого мы мучили в прошлый раз. И к нему еще добавляется товарищ ведущий геймдизайнер Алексей Семенов. Привет, товарищ Алексей Семенов. Очень приятно. Привет. Помочь им Александра Банькова вопросами по игре. В общем-то, то, что интересует, я думаю, большая часть аудитории, это, в общем-то, групповой контент, гильдийский контент. Ну, я так понимаю, что по поводу гильдии вы пока говорить не можете, потому что, ну, в общем-то, в ЗВТ они не представлены. А вот по поводу группового контента, вот можешь что-то рассказать? Да, конечно. Мы формируем наш геймплей таким образом, чтобы разным группам было комфортно у нас играть. Есть группы большие и слаженные, есть группы маленькие, там, пара-тройка друзей, есть группы незнакомые друг с другом, там, пугие и так далее. Все эти форматы мы стараемся поддержать в нашем парке, в нашем ассортименте различных приключений и инстансов. Ну и в других типах геймплея. И PvP, что мы, и PvE, что мы. Понятно, что ММО в первую очередь это мультиплеер, и взаимодействие с игроками составляет большую и значимую часть всего геймплея, фана, интересности. Поэтому для группового геймплея мы делаем очень много различных механик, стимулирующих, мотивирующих, сразу тюним по-разному реварды для того, чтобы все это воспринималось и игралось приятно, не мешало и так далее. Уже сейчас на АЗБТ многие попробовали разные виды режимов, и еще больше этот ассортимент расширится, когда игроки доберутся до хай-энда. На хай-энде мультиплеерность, так сказать, заиграет всеми красками. Вот я вот лично столкнулся с такой проблемой, что в группе проходить намного интереснее, потому что сложность сильно возрастает. Но с другой стороны, небольшие непонятки с ревардами, потому что человек, который идет первый, получает один тип реварды, а все, кто идет вместе с ним, получают какой-то другой тип, но заранее они его не знают. И плюс ко всему, на мой взгляд, размер реварды не настолько сильно меняется за счет группы, чтобы прям люди шли именно группой. И размер, и отображение, визуализация всем, кто что получит, и прочие аспекты, которые мы собрали, пронаблюдали и оценили на АЗБТ. У нас сейчас находится в стадии правок, изменений, улучшений, и к ОБТ большая часть всего, что ты перечислил, поправится и улучшится. Ну и, понятное дело, вместе с изменением схемы сложности, о которой мы говорили в прошлом подкасте, с выбором сложности, изменится и некоторые другие аспекты, в том числе и интересность играть в одиночку. В общем-то, то, с чем столкнулись еще из таких, ну, можно сказать, проблем люди, это отсутствие аукциона и, в общем-то, непонятки с торговлей. Как вы видите в целом вот эту систему в Skyforge? Ну, отсутствие аукциона действительно игроки могли заметить. Другое дело, что там есть полный функционал торговой площадки, который нужен игроку и который активно использует наши торгующие, так сказать, пользователи. Мы исключили старую унылую тему с непосредственно аукционом и ставками, когда мне нужен грибочек и Василию нужен грибочек, и мы готовы были купить бы их по 20, там, не знаю, денег. Но друг к другу перебиваем ставку и вот уже там типа 4 дня до конца существования этого беда мы играем в эту ставку. В результате несчастный торговец с грибочками все эти 4 дня не получает ресурс, в смысле деньги, мы не получаем ресурсы, а занимаемся раздражающей друг другу активностью. И к чему это все приводит в играх с аукционом? Как правило, большинство покупок происходит не через ставку, а через выкуп, а выкуп всегда по завышенной цене. И рыночная цена одна, цена выкупа совсем другая, в результате гильдии начинают торговать внутри с рук, бартером и так далее. Все эти вещи когда-то и в каких-то играх были геймплеем, а во многих современных, ну, просто тягостное наследие, которое создает ненужную активность, ненужные негативные эмоции, а комфорт ухудшает. Поэтому мы смотрели на другие виды торговли в играх, мы смотрели на EF Online, мы смотрели на различные игры с торговыми площадками и доработали их механизм в аспектах необходимых для нашей игры. Но взяли тот формат, когда вся ненужная возня, все ненужные интеракции и выяснения цен проходят внутри робота, внутри механики, а не в головах у игроков. А игроки уже как на, не знаю, как на бирже играют с стоимостью, с демпингом, с всем тем, в чем действительно есть фан и развлечение в торговом геймплее. Как-то так. А как насчет крафта? Это вопрос... Вот так вот. Как насчет крафта? Каждый месяц и ответ останется тем же самым. Крафт неотъемлемая часть современных АОМО. Факт. Но крафт в разных играх представлен по-разному. И когда мы говорим об ММО, мы всегда вспоминаем классику, какие-нибудь фэнтезийные РПГшки, где мы играем голодранцем, который вырастает в эпичного героя, а в процессе этого вяжут себе носочки, трусики и все так далее. Все весело и привычно, все дела. Но немножко не эпично и не соответствует масштабу богов. Поэтому мы декомпозировали крафт на составляющие. Что такое крафт, если вытащить из него, так сказать, ролеплей? Это производство геймпеханических сущностей, которые повышают эффективность персонажа. Кто-то крафтит оружие, и это повышает его статы. Кто-то крафтит бутылки, и это повышает... Дает расходники, тоже повышающие статы. Паверта, ДПС, как говорится. В результате мы переосмыслили такую механику в сеттинге божественного Элеона и всего остального, что в Скайфорже у нас есть. И сделали ту самую механику культа, которую игроки уже могли оценить. Мы точно так же что-то производим, у нас точно так же есть активности по созданию. Только мы крафтим не носочки и трусики, как мы уже говорили до этого, а крафтим часовни, храмы, производим свою собственную, так сказать, религию, обустраиваем инфраструктуру для своих последователей. Точно так же производим в результате статы, павер и прочее. Крафт в Скайфорже присутствует в классическом механическом воплощении, но в другой обертке, с другим скином, так сказать. Угу. Вообще, в принципе, в целом по поводу стресс-теста, насколько, вообще, какую, в принципе, вы ставили цель для стресс-теста и, в общем-то, насколько эту цель вы выполнили? Как говорят наши программисты, цель стресс-тест не выполнил, потому что мы хотели, чтобы все рухнуло и поломалось. Стояло, выжило и даже чередей не было. Это, конечно, смех и юмор, но по факту мы довольны своим стресс-тестом. И специально для того, чтобы усложнить и симулировать более опасную ситуацию, мы запускались не на всем железе. То есть мы специально, принудительно отключили часть машин на нашем серваке, физических серверов поотключали и запускали на рот. Как и положено, вначале был гигантский всплеск, который создавал настоящую большую нагрузку, и только после того, как этот всплеск начал спадать, стали подключать другие машины. И в результате даже нам не понадобилось выйти на полные мощности, потому что ни очереди не появились, ни механика не попадала, ничто не закрашивалось. Это говорит о том, что наши технари шли в правильном направлении и победили, и все такое. Тем не менее, была статистика, были репорты от игроков, были технические проблемы. Они, скажем так, скромны, несмотря на то, что у нас поприсутствовало несколько десятков тысяч игроков, всего в районе 200 репортов пришло по техническим причинам, по трудностям именно с технической частью. И большинство из них связано с тем, что люди играли на машинах ниже системных требований, либо с проблемами с провайдером. Есть несколько феноменов, которые ребята разбирают, изучают, которые позволят улучшить нам нашу производительность на уровне сервера еще больше и еще лучше. Но в целом все прошло гладко и даже лучше, чем мы хотели. Вот, кстати, по поводу оптимизации. Я заметил, что многие жалуются, что у них совсем сильно все тормозит. Это связано с тем, что игра действительно требует каких-то достаточно сильных компов, либо это там на время НЗБТ, как многим практикуется, запущены какие-то тузы, которые сильно снижают производительность? Всего понемножку. У нас еще не все работы по оптимизации завершены, они будут идти до самого ланча. У нас есть куда поулучшать. Связано это также еще с неоптимизированностью контента некоторой. Мы постоянно работаем на эту тему. Ну и, конечно же, несмотря на все наши усилия, заставить там работать на 286-х компьютерах мы не сможем. Но какие-то требования, ну не какие-то, а вполне явные, указанные на сайте, они останутся реальными. Возможно, если наши ребята совершат там какой-нибудь прорыв, мы сможем понизить эти требования и не будем делать ничего такого, чтобы пришлось повышать эти требования. На них ориентироваться придется. Но производительность к запуску постараемся улучшить, тем более полным ходом идут работы в этом направлении. Вот, кстати, говоря о культах, об адептах, у многих появилось только желание увидеть какой-то свой домик в игре. Вот думали ли вы об этом или нет? Ну не то, что, конечно, домик, потому что какой домик у бога, а что-то такое глобальное и клевое. Да, думали и рассматривали, и продолжаем рассматривать, и у нас есть идеи и соображения. Другое дело, что на чаше весов, когда лежит команд-плей, основной геймплей, боевка, визуализация этого персонажа, такие вещи, которые не влияют на него напрямую, находятся чуть ниже по приоритету. Понятно, что ты не будешь в свой домик ходить так, как ты ходишь в инсты, и он не бегает за тобой постоянно. Поэтому ты его видишь меньше, чем всю остальную игру. Соответственно, делать его большим, дорогим, крутым и пафосным сразу, значит, отодвигать релиз игры, значит, задерживать еще сильнее разработку и так далее. Поэтому мы сделали несколько, скажем так, временных замен этому. Поэтому у игроков есть свой культ представленный в игре, свои храмы на карте и своя статуя в зале величия. Какое-то представительство пафосное, отражающее его, в игре присутствует. Понятное дело, что это не заменяет полноценный хаузинг или что-то аналогичное. Но об этих фичах мы будем думать после запуска. Ну и плюс вопрос, который, конечно, многих волнует, это маунты. И плюс такие немножко необычные вопросы по поводу боевых маунтов. Я так понимаю, что боевые маунты это все-таки что-то из залодов онлайн. Вот можете про маунтов рассказать? Маунты будут на запуске. Мы уже их включили в Founders Pack, они будут появляться и в игре, и так далее. И в плане обычности маунтов тут все понятно. Все как везде. Уже можно оценить, что там будет. Уже можно посмотреть, что это не только животные и ездовые, но и техногенный транспорт. А боевые маунты вопрос очень серьезный и сложный. И, конечно же, после лодов мы о нем думали не в последнюю очередь. О том, что это будет и как, я пока не могу говорить. Во-первых, потому что не до конца уверен сам. Во-вторых, потому что еще рановато. Но вопрос вполне резонный, и мы об этом думали. Я думаю, сейчас я немножко помочь Алексею. Вы недавно опубликовали на своем сайте статью по механике Skyforge про то, как сделаны статы, на что они влияют. И, Алексей, можешь немножко побольше рассказать про процесс создания своего персонажа именно в плане билда? Какие, в общем-то, у игрока есть инструменты, как он может своего персонажа сделать более специализированным? У игрока, можно сказать, несколько слоев статов и билдования. Сначала он начинает с двумя совершенно прямолинейными статами могущества и уносливости, которые увеличивают урон и здоровье пропорционально. Дальше с экипировки ему добавляются продвинутые статы, их четыре. Они все направлены на нанесение урона. И поначалу игрок может выбирать, ну, не так важно, какие из них он берет. Вот. Но, ну, потому что в том, как эти статы транслируются в урон, мы сделали достаточно щадящую формулу, которая защищает игроков, не особо заинтересованных в билдовании на раннем этапе игры, от проблем с прохождением басов, мобов, контента. Но после того, как игрок развивает свой класс, у него открываются специфичные таланты, после того, как он получает величие, у него открывается еще дополнительный уровень статов, которые называются дополнительные статы. Вот. И там уже начинает проясняться взаимосвязь всех этих статов и талантов, и игрок может собрать, скомбинировать вот эти слои, то есть таланты, вторичные статы, таланты, продвинутые статы, дополнительные статы, таким образом, чтобы получить наибольшую пользу из слои персонажа. Вот. И по мере игры они все вот так последовательно открываются. Сначала могущество, уносливость, потом скалят продвинутые статы, потом свеличат дополнительные статы. Вот. Они сами все влияют друг на друга, то есть вот повышая могущество и выносливость, изменяются ли статы более высокого уровня? Там, сила, сноровка? Нет, они все, могущество, выносливость, отвязаны от сноровки, то есть они лежат на разных источниках и на разных, берутся из разных мест. Вот. Могущество — это атласы и оружие, а вторичные, продвинутые статы — это кольца и тоже немножко атласа. То есть взаимосвязи прямой я повышаю одно, и от этого у меня повышается другое. Нету. Угу. А как игроку качать сноровку? Вот, потому что я столкнулся с тем, что вот у меня часть знакомых, например, выбивала себе новые колечки, а одеть их не могла. Да угадаю, в групповом контенте выбивала, да, колечки? Нет, на Оре, остров на Оре. Сноровка — это параметр, который управляет тем, насколько крутую экипировку персонаж может одевать, использовать, и она получается с атласа, то есть она лежит в зеленых вершинах в атласе, и каждая такая вершина приносит значительный прирост сноровки. Угу. То есть если вам выпало кольцо, и вы его не можете одеть, то это повод поднабрать зеленые валюты, и вложить зеленых искр, и вложить в атлас. Угу. Откуда вообще пришлось сделать такую систему многоуровневую со статами, которые вот именно так сильно различаются? Ну, потому что претеновая статы, мы преследовали вот две цели — сделать ее щадящей и глубокой, вот, щадящей для тех, кто особо, как не все заинтересованы в статах, вот, и мы, как мы часто сами между собой говорим, не хотим давать игроку возможность выстрелить себе в ногу, ну, то есть со статами, и что приведет к непроходимости контента. Но и позаботились о тех, кто в этом заинтересован, поэтому там есть дополнительные статы, множество взаимосвязей между статами, множество взаимосвязей статов и талантов у каждого класса, и, судя по нашему форуму, там уже народ расчехлил свои эксельники, и хорошо там, как кого собирать нужно. — А, в общем-то, вы эту систему меняете на основе вот каких-то формул, то есть вот играются у вас игроки на ЗБТ, вы собираете каким-то образом статистику и уже меняете эту систему, либо как все это происходит, как вы балансируете это? — Да, конечно, там есть обратная связь. Изначально мы задали эти статы в каком-то приближении, их баланс, вот, ну, из общих формул, но на востребованность того или иного стата воздействует много факторов, как то, в каких классах этот стат, в каком количестве классов этот стат часто используется, в каком количестве контента этот стат используется. То есть у нас есть часть статов, которые для ПВП, часть для ПВЕ, вот, часть для классов дальнего боя, для ближнего боя, вот, и все эти, так скажем, причины могут повлиять на то, как мы будем балансировать и менять эти статы в дальнейшем. Вот, кстати, о ПВП, вот, многие-многие-многие интересуются, в общем-то, каким образом будет выглядеть ПВП в будущем, то есть на данный момент, насколько я понимаю, ПВП — это, ну, такие небольшие локации, где можно там друг друга побить в разных режимах, а, в общем-то, что, во что ПВП потом выльется, то есть какой-то клановый контент, где пантеоны там между собой сражаются, там какие-то, возможно, осады, что, что ожидать игрокам? На всем протяжении развития персонажей будут доступны вот эти батлграунды, которые сейчас есть арена, групповая арена, а в дальнейшем при приближении к Хаенду и особенно на Хаенде открывается именно, открывается гильдейские взаимодействия в ПВП, вот, и, то есть, в дальнейшем ПВП приобретает все больший смысл по нашим задумкам. Мы развиваем ПВП не только в направлении замкнутых активностей, вроде уже названных Алексеем Инстов и батлграундов, но и по разным типам, там, рейдовое ПВП как раз то, о котором мы расскажем в развязке гильдий, и, в том числе, что-то вроде открытого ПВП на совсем Хаендовой активности, о которой мы вроде еще не рассказывали, да, поэтому придержим информацию, но, тем не менее, те, кто хотят ганка, серьезный ганк с нормальными соперниками, у них будет на Хаенде. Похоже ощущение. То есть будут локации, где можно будет и качаться, и сражаться. Мы думаем в эту сторону, активно. Но это не воздух, в котором разрешен ганк, потому что это глупый ганк, а более организованная активность, о которой мы часто говорим. Что, здорово? Остается только, в общем-то, услышать все эти новости. Конечно, многие-многие ждут именно информации о гильдиях, у пантеонных, потому что, в общем-то, на ЗБТ это никаким образом не представлено, и все просто в ожидании, каким он будет. Все так. Мы тоже понимаем и слышим эти вопросы на форуме и в социальных сетях, и готовим материал, который приподнимет занавес и расскажет чуть-чуть об этом. Вот когда вы говорили про маунтов, по поводу того, что они будут на старте. Под стартом подразумевается открытая бета, я так понимаю? Они уже входят в наборы основателей, поэтому, да, можно говорить скорее об оботе. Ну и, соответственно, пантеоны тоже появятся на открытой бете? Все так. Другое дело, что пантеон серьезная активность, и человек, зашедший две минуты назад в игру, вряд ли будет готов и способен создать свой пантеон и, правда, начать его качать. То есть, быть в игре и быть у игроков немножко разные вещи, тем не менее, не сильно друг другу противоречащие. Ну, то есть, в общем-то, как и до адептов, как и до другого контента, до пантеона нужно будет справа дорасти. Немножко, да. Окей, ну, большое спасибо за ответы. Я думаю, что мы в своей специальной теме на форуме соберем еще побольше. Я думаю, что я размещу тогда опять и в новости, и в описании к видео нашу тему. И думаю, что мы еще запишем парочку подкастов на какие-то определенные темы, может быть, про ПВП, или, может быть, когда вы уже раскроете какую-то информацию по пантеонам, помучим вас по пантеонам. Так что спасибо, что были с нами. Спасибо вам, спасибо. Так что, ребят, с вами был Мифонс, с вами была Гоха Рум. Мы сегодня пообщались по поводу того, как прошел стресс-тест. Немножко поговорили про ваши вопросы, которые вы оставляли в теме. И всем спасибо, что слушали. Всем пока. И ставьте побольше лайков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok